Полная антисанитария, зловоние и нечистоты вместо комфортной городской среды. Полноценной жизни людей мешает канализация из благ цивилизации, превратившаяся в бедствие. Недовольные горожане, обойдя все инстанции и не найдя поддержки, обратились за помощью к нам в редакцию. Жители микрорайона Пальмира буквально утопают в канализационных стоках, но никто либо не в силах помочь, либо попросту не считает нужным исправить ситуацию. В проблеме разбиралась моя коллега Алина Багилова, ей слово. Современные стандарты комфорта, казалось бы, выглядят совсем иначе, но некоторые наши земляки вынуждены погружаться в грязные воды, испытывая на себе все прелести средневековой жизни. Резиновые сапоги – чуть ли не единственная обувь, с которой можно выбраться из этих канализационных луж. Если в холодное время запахи нечистот были не так ощутимы, то летом аромат дает о себе знать. Как с этим жить и как бороться, никто не знает. Жители микрорайона просто в недоумении. От безысходности люди обратились к нам в редакцию с просьбой помочь, так как различные инстанции, по их словам, просто игнорируют все обращения, будто бы не замечая эту плачевную ситуацию. Все друг на друга это все перекидывает. Ни администрации города Махачкалы, ни ЖКХ, никакой реакции, ни администрации Ленинского района, никакой реакции нет. Канализационные черви здесь. Эта грязная канализационная вода заполнила весь микрорайон Пальмира. Зловонные запахи повсюду. Лужи канализации в прямом смысле отравляют жизнь. У каждого перед домом и даже во дворах похожая картина. Повсюду невыносимый смрад. Черви, которые стали хозяевами земли, превращенные в болото. А весь урожай пропитан канализационной водой. Вонючий запах, дышать им нечем. Сколько травы собрала здесь, все в воде, вот пучу делать, вот вода течет. Это все туалетная вода, туалет. Вот дома дышать нечем. Я белизну, дезинфицирую вещи, все освежитель воздуха, все брызгаю и ложу спать. Я сама больная, сахарный диабетом. На улицу выходить не могу. Как здесь жить? Кому обращаться? По словам людей, проблема существует уже давно. Но, как говорят представители управления ЖКХ, корнем зла считаются сами люди, которые построили свои дома в поле, не предусмотрев заранее, как будет работать канализационная система. На вопрос, как помочь людям в этой ситуации остановить и предотвратить разлив фекальных вод, никто из причастных к проблеме не может дать точный ответ. Управление ЖКХ ссылается на Минстрой, а Минстрой, в свою очередь, на администрацию города. Круг замыкается. Если аварийная ситуация в настоящее время там есть, наблюдается, это полномочия городского округа, город Махачкала. Есть 131-й федеральный закон, в рамках этого федерального закона они должны обязаны обеспечить население. Наш успех зависит именно в данном случае от действий и от своевременного представления документов, необходимых для полного проектирования от администрации города Махачкала. Насос сгорел. Смотрите, продукты, все половина в воде, говне. Теперь это кто будет мне ущерб платить? На вопрос, что делать и есть ли свет в конце тоннеля, людям ясного ответа не дают. Предлагаю подождать до 2022 года. Поэтому жители Пальмиры так и остаются заложниками проблемы, решить которую никто не берется. Всю систему, вот эти жители вот этой улицы, все за свой счет сделали эту канализацию. Это представлен бюджет города, сколько денег сэкономил бюджет города. Спрашивают, а куда это все уходит? Так же нельзя. Если люди за свой счет сделали, администрация города и ЖКХ тоже может сказать, слушайте, ребята сделали. Давай мы тоже поможем им, поддержим. Откуда вы? Алина Багилова, Магомед Магомедов, телеканал ННТ Махачкала.